Всем привет! Как мы знаем, компания Xiaomi уже достаточно давно, а именно весной 2020 года, представила линейку Redmi Note 9. Там мы получили на выходе 4 уникальных смартфона. Напомню, индийская версия Redmi Note 9 Pro продается как Redmi Note 9S в остальном мире. Но для такого гиганта как Xiaomi этого оказалось мало. И мы в ближайшее время получим в ассортимент еще 3 смартфона. Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, которые будут иметь 5G, а также Redmi Note 9 4G. Сегодня речь пойдет о самой младшей новинке, а именно Redmi Note 9 4G. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Как мы знаем, Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro получил процессор Dimensity 800U и Snapdragon 750G, соответственно. А вот у младшего модель тоже оснастили достаточно неплохим решением. Сердцем смартфона выступает мощный энергиоэффективный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 662 с частотой до 2 ГГц. Но самое главное, что есть у данной новинки, это неплохая аккумуляторная батарея, емкость которой составляет 6000 мАч, а мощность быстрой зарядки до 22 Вт. Итак, новый смартфон Redmi Note 9 4G получит тройную основную камеру. Известно только, что основной датчик будет установлен на 48 Мп. Площадка выполнена в прямоугольной форме. Она расположилась в левом верхнем углу тыльной стороны. Также сегодня в китайском регуляторе ТЭНа появились рендеры, демонстрирующие внешний вид данной новинки. Смартфон Redmi Note 9 4G получит достаточно большой экран, диагональ которого будет составлять 6,53 дюйма. Разрешение, как и у всех конкурентов, Full HD+. Технология дисплея IPS, что является большим плюсом для многих пользователей. Фронтальная камера будет иметь сенсор на 8 Мп. Сканер отпечатков пальцев будет расположен на правом торце смартфона. Презентация нового смартфона Xiaomi Redmi Note 9 4G состоится уже на следующей неделе, а именно 24 ноября. Какая будет оперативная память и будет ли наличие NFC, информации на данный момент нет. Сколько будет стоить гаджет, также неизвестно, но учитывая, что цена Redmi Note 9 5G на Dimensity 800U стартует с отметки 150 долларов, Redmi Note 9 4G должен стоить намного дешевле. В продажу модель поступит с предустановленной операционной системой Android 10 и фирменной оболочкой MIUI 12, что достаточно неплохой результат. Ну что же, ребята, на мой взгляд, очень будет интересно, чем будут отличаться старые смартфоны от новых, потому что, как мы знаем, старый смартфон Note 9 получился достаточно неплохой. У меня он был, я делал на него обзор и он мне очень сильно понравился. Но для чего перевыпускать данный смартфон, я, честно говоря, не сильно понимаю. Но, конечно же, компания Xiaomi выпускает и все просто бегут покупать, потому что, учитывая цену в 150 долларов, это вообще ни о чем. А она будет еще намного дешевле. Это вообще, можно сказать, хит. Сразу же это будет хит, потому что все будут покупать данный смартфон. А технические характеристики, ну, неплохие, скажем прямо. Они не сверхъестественные. Это, конечно же, младшая модель, но они, ну, достаточно неплохие. А какой смартфончик получится, узнаем чуть-чуть попозже. С вами был канал Техноум, кому понравилось видео, ставь лайк и подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.